Данил, вы жалеете? Нет, сожалею. В суде Данил Талопов спокойно не скрывает лица. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве. По данным следствия, он нанес шесть ножевых ранений сожителю своей бывшей жены. Там по звукам было слышно, что человека типа убивают или убили. На почве ссоры подзреваемый причинил своего оппоненту множественные ножевые ранения. От полученных повреждений пострадавший погиб на месте происшествия. По словам соседей, в тот вечер в подъезде были слышны громкие крики. Да тут вообще уже кровью было. Я сегодня утром открыла дверь, тут вот прямо кровь. В тот же вечер Данил сам пришел в полицию и написал явку с повинной. В суде мужчину поддерживает новая возлюбленная. По словам женщины, на жестокую расправу он пошел и зажал об дочери на агрессивное поведение нового сожителя матери. Конечно, надо было перевести дух. Но тут сыграло то, что дочь его, что он прямо вот за нее заступился. Бывшие супруги расстались несколько лет назад. Данил был дважды судим, в том числе за убийство. В 2011 он зарезал продавца новогодних елок. По словам соседей, его экс-супруга вела разгульный образ жизни. Последним любовником был 29-летний Фируз из Таджикистана. Именно он и стал жертвой убийства. Фируз виноват. Ну, конкретно я на стороне Данила. Не поддерживаю само действие вот это, как убийство, но тем не менее, да, поддерживаю сторону Данила, потому что он был прав в аттестацию. Избрание меры пресечения проходит за закрытыми дверями. В итоге по решению суда обвиняемого отправляют с СИЗО на два месяца. Мстительному отцу грозит до 15 лет лишения свободы. Наталья Гришко, Ради Каскаров и Александр Гамзяк. События ОТВ.